22 сентября Казанский федеральный университет посетил заведующие кафедры экономика и организации производства Московского государственного технического университета имени Баумана Сергей Фалькон. В рамках повсеместной подготовки инженеров профессор прочитал лекцию с говорящим названием «Модель подготовки инженера будущего» перед представителями руководства вуза и структурных подразделений КФУ. Мероприятие проходило в смешанном формате. В нем приняли участие временно исполняющей обязанности директора департамента цифрового развития Министерства образования и цифрового развития Российской Федерации Иван Лапшин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин, проректор по внешним связям КФУ Тимирхан Алишев, директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ Михаил Абрамский, директор Набережно-Челнинского института КФУ Георгий Катеев, директор передовой инженерной школы Киберавтотех Гузель Капитонова и другие. Мы слишком долго почивали на лаврах прошлого, вот мы спутник запустили, вот мы там все сделали, а потом тупик. В чем дело? Где тупик находится? Источники тупика в системе образования. Вот поэтому техническое образование стало объектом пристального внимания смены модели подготовки инженеров. Сегодня в КФУ порядка 50 тысяч обучающихся, из них около 9 будущие инженеры. Почти 800 преподавателей ученых задействованы в этом направлении. Ключевая мысль, к которой пришли коллеги в ходе лекции обсуждения, обучение специалиста нового типа должно осуществляться в рамках проектного подхода, а не процессного, как это делается в большинстве вузов до сих пор. Но одним из главных условий успешной реализации программ является повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных работников. Преподавателям не очень хочется меняться. Пришел, отчитал курс, перелистал странички, но чуть-чуть обновил и до свидания. Проектный подход предполагает интенсивную работу. Вот коллега задавал соотношение сейчас 12 студентов на одно преподавателя, это возможно только при процессном. Я не могу работать проектом с 12 сразу, но 2-3 человека больше нет. А деньги-то должны остаться те же. Вопрос финансирования. И важнейший вопрос, который ключевой, на мой взгляд, это радикальные изменения стипендий. Десятикратное увеличение, как мотивация заниматься проектами, а не просто отсидеть в аудитории. По словам экспертов, идет уже второй год реализации важного федерального проекта по созданию опорных передовых инженерных школ. МГТУ имени Бауман и КФУ совместно с индустриальным партнером КАМАЗ активно в нем участвуют. На сегодняшний день основная работа для ученых и представителей индустрии – разработка модели подготовки инженера будущего, которые после опробирования могли бы стать основой нового инженерного образования. На лекции Сергей Фалько отметил, что 21 век – это безусловная эпоха системного проектирования. По мнению спикера, такая дисциплина должна входить во все образовательные программы передовых инженерных школ в качестве базовой по различным направлениям.